Подготовить личные вещи, документы и предметы первой необходимости, быть готовыми к эвакуации и прибыть на точку сбора для посадки в автобусы. Аэропорт на улице. На России продолжают принимать карму за свое агрессивное вторжение в Украину, и в сегодняшнем выпуске вы увидите, как в Якутии лед ломает местную дамбу, как в Омске проводятся эвакуации из-за прорвавшей плотины, как произошел потоп в Сочи, как российские ФСБ взорвали дом в Белгороде, как партизаны пускают российские поезда под откос и многое другое. Так в Якутии начался ледоход, однако в этом году льда оказалось больше, чем обычно, и он сейчас сломает местную дамбу. Также река Лена вышла из берегов и уже топит населенные пункты, в которых объявлена эвакуация. Что творится? Лед прет прямо на дамбу, вот поперло, все под станцию, сейчас под станции будут. Машину успели убрать с дамбы, это только подвижка, сейчас сюда, а вон машины еще чьи-то стоят, никто не отгоняет, все не боятся, видимо. Во, уже сюда вовнутрь поперло. Первый раз такое вижу, вон, прет все, прямо через дамбу лед прет, это только начало, вон, везде, это как, как они сейчас выбираться-то будут, машина, ё-моё. Ну, под станцию сейчас точно снесет, уже вон, все, на трап, на тротуар, на трап, на сходне, сейчас перевалит. Она так и прет. Не знаю, здесь было, нет такое на караване, чтобы через дамбу так переваливался. Наверное, было по-любому, но, конечно, никто не ждал, что вот так машину оставили. О, в дамбу все, пошла уже. Пошла в дамбу, вон, посыпался. А чё там разве эта сферосетка устоит? Сейчас вот эти новые столбы, наверное, если так пойдет. Все хозяева возле своих машинешек. Тем временем в Омской области объявлена срочная эвакуация из десятков населенных пунктов. Бобры и крысы вновь прогрызли дамбу, из-за чего все идет под воду. Ну, ребята, это вообще уже, прям на глазах вода прибывает. Вчера, считай, еще столько не было. По машине мокрым местам, ну, где-то сантиметров, наверное, 40, но опять же, это ход волны, отсечения. Ну, я думаю, сантиметров 50, наверное, уровень поднялся у нас тут. Огороды просто в воде. Комплекс Саёжный, улица 40 лет Октября, 107. Для эвакуации крупного рогатого скота, место сбора нефтебаза. Большая просьба собак отпустить сошейников, птицу забить на месте, населению районного пункта село Устишин. Отготовить личные вещи, документы. die-какония. Восток. А вот что сегодня происходит в Сочи, местные говорят, что давно не было таких паводков, которые течением сносят даже автомобили. Апокалипсис очередной. Не знаю, как тут проходить. Сейчас попробую пройти. Очень мощно. Думаю, самое время сходить к речке, поглядеть, как там дела. Вот так это происходит обычно. Просто капец. Погляньте, что творится. А в Белгороде Путин устроил новый Крокус-Сити. Только в этот раз он вместе с Патрушевым решили работать по старой схеме, с подрывом многоэтажек, чтобы не политься, так как в Крокусе телефонами запалили их агентов. В Белгороде на улице Щерса, Путин взорвал подъезд жилого дома. Момент взрыва записала камера наблюдения, и кадры показывают, что взрыв произошел в подвале дома. Скорее всего, ФСБ заложило гексаген, как Путин делал раньше. Все это делается перед новой волной массовой мобилизации, чтобы россияне сами шли в военкоматы. Вполне вероятно, что Путин может повторить взрывы домов в Белгороде или где-нибудь еще. А в Ростовской области, неизвестные партизаны пустили под откос поезд с топливом, из-за чего несколько бочек с горючим сошли с рельсов и загорелись, на месте начался сильный пожар, а движение составов на участке было остановлено. А в Волгоградской области дроны Вооруженных сил Украины разбомбили еще один нефтеперерабатывающий завод. Повреждена установка по первичной обработке нефти, из-за чего все предприятие или его часть может быть остановлено. Чем больше НПЗ будет выведено из строя, тем меньше денег будет у Путина на ведение боевых действий, так как каждый день это миллиардные траты. А в Бурятии начинаются недовольства и попытки бунтов из-за того, что московский режим хочет построить для Бурят новую колонию на 3000 человек. А что они думали, не больницы же для них будут строить, а как и полагается при режиме будут строить для них новый ГУЛАГ. Вы можете услышать, 280 человек, жители города Волгога, сейчас находятся в зале. А мы не жители Волгога? Зал не вмещает больше. Почему зал был запутан? Когда выходите на улицу, все желающие, приглашали всех желающих, опускают только определенные лица. Пускают абсолютно всех. Пускают только чиновников. А нас почему скорость не прошла? Сейчас зал был. А мы такие же права не имеем. А почему никто не тут микрофон написал? Вы пришли раньше, где-то выходите. Я хочу пройти пешком по сути постоять. Общее собрание участников публичных слушаний по проекту и всеми изменениям, указанным проектом желания территории и земель, занятым городскими местами города Волгога. Прошу считать открытым. Во многих областях РФ до сих пор морозы и снег, который губит урожай и посева. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.